Светлана Васильевна, тема нашей сегодняшней программы защита прав граждан в деятельности судебных приставов. Мы работаем в прямом эфире, нам можно звонить, задавать свои вопросы, сделать это можно по телефонам номера, вы увидите на экране. Чтобы немного пояснить сферу нашей сегодняшней беседы, можете сказать буквально вступительное слово на пару минут, о чем с вами будем говорить и по каким вопросам можно звонить, обращаться. Я полагаю, что каждый человек в той или иной мере стал оскорбоваться законодательством, которое регулирует исполнительное производство. Речь идет о принудительном исполнении тех судебных решений, которые выносятся федеральными и мировыми судьями. Тогда, когда ответчики, должники уклоняются от добровольного исполнения судебных решений, пытаются всячески препятствовать исполнению исполнительных действий, для того, чтобы не выполнить обязательства, которые возложены решением суда. В связи с тем, что эта сфера правоотношений затрагивает интересы как должников, так и ответчиков, возникает в практике достаточно много ситуаций, когда нарушаются права и интересы тех и других. Поэтому сегодня бы хотелось акцентировать внимание зрителей на те проблемы, которые возникают при исполнении судебных решений уже в порядке принудительного исполнения. И, соответственно, может быть, дать некоторые рекомендации по защите прав и интересов, когда правоотношения в обществе уже выходят в сферу принудительного исполнения судебных решений. То есть, когда человек знает свои права и знает свои обязанности, где-то, наверное, все-таки проще ориентироваться, куда можно обратиться за защитой прав. Служба судебных приставов — это один из тех органов, которые я, например, отношу к категории органов правоохраны, которые призваны, исполняя судебные решения, пускай в принудительном порядке, но все-таки восстанавливать права и интересы тех людей, которые пострадали от чьих-то действий. Даже если это действие не входит в сферу уголовных правоотношений, ну и гражданско-правовых. Хорошо, готовы проконсультировать наших телезрителей по этим вопросам. Я напоминаю, звоните нам. Номера телефонов 4195-51 и 4106-16. Номера вы еще не раз увидите на своих экранах. Но пока вы думаете, набирайте номер, мы начнем беседу. Светлана Васильевна, наверное, один из самых частых задаваемых вопросов, если судебный пристав, по мнению человека, бездействует. Что делать, куда обращаться? Ну, мне бы хотелось сказать о том, что общее понятие бездействия судебных приставов, наверное, будет некорректным и необъективным. Вот если взять, допустим, поднадзорное мне подразделение службы судебных приставов Дзержинского района, то численность подразделения на сегодняшний день 15 человек, при штатном расписании 18, при этом один человек занимается исключительно розыском должников, то есть фактически 14 человек имеют на сегодняшний день нагрузку 1600 исполнительных производств. Поэтому для того, чтобы объективно сказать о том, что судебный пристав бездействует, тем лицам, которые заинтересованы в получении достоверной информации, что выполнено по исполнительному производству, что не выполнено из тех, так скажем, полномочий, которые может применять судебный пристав исполнитель, то необходимо, конечно, ознакомиться с материалами исполнительного производства и только тогда сделать вывод, имеет ли место бездействие. Действительно, на сегодняшний день основная масса жалоб, которые поступают в органы прокуратуры, это жалобы именно на бездействие судебных приставов исполнителей. Что касается того, куда необходимо обратиться и куда целесообразнее обратиться для того, чтобы, ну, по крайней мере, разобраться в ситуации, есть ли бездействие и насколько оно действительно объективно подтверждается, то я бы предложила тем лицам, которые в этом заинтересованы, прежде всего обратиться на прием к судебному приставу исполнителю, в чьем производстве находится исполнительное производство. По действующему законодательству, а именно по статье 50 Федерального закона об исполнительном производстве, сторона исполнительного производства имеет право ознакомиться с материалами исполнительного производства, при этом может снимать копии, делать выписки, заявлять ходатайство, заявлять всевозможные письменные заявления. Поэтому, ознакомившись с материалами исполнительного производства, можно, во-первых, определиться по объему выполненных мероприятий, И потому, что бы вы хотели, чтобы судебный пристав-исполнитель еще провел какие-то мероприятия по исполнительному производству. Вторая, я бы сказала, инстанция, куда можно было бы обратиться, это, безусловно, руководитель того подразделения, в котором находится на исполнении исполнительное производство. Руководители всех территориальных подразделений службы судебных приставов, так же, как и любое должностное лицо, ведут приемы. На прием можно подойти также с вопросами, с пояснениями, с письменными либо устными ходатайствами, и можно на месте, может быть, какие-то вопросы снять, в том числе и вопросы по бездействию, если оно на самом деле. Ну и, конечно, гражданин вправе обжаловать действия бездействия судебного пристава-исполнителя в органы прокуратуры путем подачи письменного заявления. На устном приеме, к сожалению, невозможно объективно оценить наличие полного комплекса проведенных мероприятий по исполнению судебного решения, поэтому, как правило, мы рекомендуем обращаться к нам письменно, для того, чтобы мы имели возможность истребовать материалы исполнительного производства, ознакомиться с ними, сделать выводы, насколько эффективно, системно проводится по нему работа. Ну и еще одна инстанция, куда также вправе гражданин обратиться в случае, если он считает, что по исполнительному производству работа не проводится, а судебный пристав-исполнитель бездействует, это судебные органы, то есть заявление в суд о признании бездействия судебного пристава-исполнителя незаконным. Опять же, судебные решения обязывают, так же, как и меры прокурорского реагирования, обязывают службу судебных приставов активизировать работу, запланировать и провести те мероприятия принудительного исполнения, которые не были выполнены своевременно. В основном дела, которыми занимаются судебные приставы, связаны с денежными средствами, с какими-то материальными ценностями. Если взыскатель знает, что должник официально нигде не работает, но, тем не менее, как-то трудоустроен, можно ли взыскать с него часть заработка? Достаточно часто такая информация звучит в заявлениях и обращениях граждан в органы прокуратуры, что действительно судебные решения не исполняются. Чаще всего такие доводы приводятся в жалобах на бездействие судебных приставов, когда речь идет о неуплате алиментов. Но здесь однозначно требуется, во-первых, доказательство того, что должник фактически где-то работает, пускай без официального трудоустройства, но судебный пристав исполнителя должен быть об этом официально уведомлен. К сожалению, нередко бывает, когда мы получаем информацию службы судебных приставов, где обозначено, что такая информация в службу судебных приставов не поступала. Если взыскатель имеет информацию о том, где фактически должник имеет доход, он должен, во-первых, лучше в письменном виде уведомить об этом службу судебных приставов через руководителя, непосредственно к судебному приставу, в чем производстве находится исполнительное производство, и по возможности предоставить доказательства. В данном случае я могу рекомендовать либо это предоставление сведений о лицах, которые могут подтвердить факт выполнения тех или иных трудовых функций, и получения тех или иных денежных средств за выполняемую работу. Это могут быть фото, видеоматериалы, аудиозаписи. То есть любой носитель, любая достоверная информация, которая будет подтверждать факт получения дохода в той или иной сфере, может позволить судебному приставу заактировать все эти моменты, ну и, соответственно, рассчитать сумму задолженности и попытаться взыскать те денежные средства, которые обязан человек заплатить по решению суда. Как взыскать у человека средства, если он действительно нигде не работает, не имеет ни имущества, никакого другого дохода, ни недвижимости? Наверное, есть такие ситуации. К сожалению, есть такие ситуации. И действительно, на сегодняшний день это, наверное, основная проблема, проблема нашего общества, это проблема нашего действующего федерального законодательства, потому что по Конституции Российской Федерации мы заставить человека работать не можем. У нас гарантировано право на труд, такой обязанности нет. Мы не можем взыскать с человека того, чего у него нет. Нет недвижимости, невозможно на что-то обратить взыскание. Поэтому в данной ситуации, конечно, предлагается лишь подождать, дождаться того момента, когда у человека что-то появляется, либо заработок, либо какая-то недвижимость, либо какая-то движимость. Но есть такая категория граждан, с которой взыскать, но, пожалуй, никогда ничего невозможно, и перспективы на это никакой нет. Но такова жизнь. У нас законодательством, к сожалению, пока не предусмотрена никакая серьезная ответственность. То есть, если сказать так достаточно утрированно, нет у нас долговых ям, нет у нас уголовной ответственности для физических лиц за неисполнение судебного решения. Возможно, законодательство у нас всегда движется вперед, меняется с учетом и социальных всевозможных течений в жизни, и экономической ситуации в стране. Возможно, что-то изменится. На сегодняшний день предусмотрена только уголовная ответственность за злостное уклонение от уплаты элементов, статья 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. И статья 315 — это неисполнение судебного решения, но это уже, конечно, в отношении должностных лиц тех предприятий, которые являются должниками. Для физических лиц уголовная ответственность не предусмотрена, но, тем не менее, опять же, законодатель движется вперед. Я думаю, что в скором времени будут существенные изменения в этой сфере, потому что вот эта вот проблема неисполнения судебных решений, она с каждым днем становится более и более актуальна. Вот даже если анализировать нашу надзорную деятельность прокуратуры только Дзержинского района, по прошлому году нами было выявлено 106 нарушений в деятельности судебных приставов исполнителей. Это в том числе связано и с тем, что несовершенство нашего законодательства не позволяет судебным приставам, исполнителям наиболее эффективно, и наиболее активно выполнять свою работу с целью защиты прав и интересов тех граждан, которые являются стороной исполнительного производства именно как взыскатель. Хорошо, спасибо. Я напомню телезрителям, сегодня в гостях в нашей студии, в прямом эфире прокурор Дзержинского района Светлана Васильевна Кузнецова. Мы ждем ваших вопросов по нашей теме, которую мы сейчас обсуждаем. Сделать это можно по телефону 4195-51 и 4106-16. Пожалуйста, активнее подключайтесь к нашей беседе. Светлана Васильевна, у меня следующий вопрос. Если, допустим, должник не выполняет судебное решение, долг, соответственно, растет, это, допустим, то, что касается алиментов, они должны выплачиваться ежемесячно, можно ли изъять у должника все имущество из квартиры? Либо есть какие-то ограничения? Ну, все имущество из квартиры изъять невозможно. То есть, существует определенная категория имущества, на которую взыскания не обращаются. Значит, что касается перечня такого имущества, оно предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации. Этот перечень, он прямо прописан в законе. Поэтому, когда судебные приставы работают, они, безусловно, обращают внимание на данную норму закона. Ну, для того, чтобы было понятно, не обращаются принудительные исполнения на предметы первой необходимости, не обращаются взыскания на продукты питания и денежную сумму в размере прожиточного минимума, не обращаются взыскания на детские вещи, не обращаются взыскания, например, на награды, призы. То есть, вот перечень, который предусмотрен законом, он хоть и ограничен, но он достаточно широк. Тем не менее, есть имущество, это предметы не первой необходимости, это драгоценности, это антиквариат, это иные какие-то ценные вещи, которые имеют стоимостную оценку, и реализация которых позволяет в дальнейшем компенсировать, вернее, исполнить то судебное решение, которое исполняется в принудительном порядке. А что касается недвижимости, то есть, квартиры, могут ли судебные приставы наложить арест и продать впоследствии квартиру? Ну, арест может быть наложен на квартиру, и это как способ понуждения, значит, лица выполнить долговые обязательства, потому что при наложении ареста на квартиру, фактически лицо лишается права распоряжения этой собственностью, не пользования, а распоряжения. Но если у должника имеется несколько квартир, две и более, то может быть принято решение о взыскании, значит, за счет именно недвижимого имущества, квартиры, но только в том случае, если, значит, сумма, та сумма, которая взыскивается, она должна быть либо равна стоимости квартиры, либо быть больше стоимости квартиры. То есть, невозможно обратить взыскание на квартиру, допустим, стоимостью полтора миллиона, если долг по исполнительному производству составляет, допустим, 20 тысяч или 500 рублей, как это вот по административным штрафам, у нас есть исполнительное производство, которое имеет вот такую, так скажем, сумму. Но вообще-таки прецеденты в городе были, когда люди лишались своей недвижимости квартиры? Ну, что касается, если мы анализируем, опять же, надзорную практику, то у нас были жалобы на наложение ареста на квартиры, но как такового обращения взыскания на квартиры не было. Но аресты на квартиры налагаются. И именно чаще всего это как способ понуждения должника к выполнению тех требований, которые содержатся в судебном решении. Хорошо, спасибо. У нас на очереди небольшой блок полезной информации, после чего мы продолжим беседу, но наши специалисты продолжают принимать вопросы. Поэтому звоните, подключайтесь к нашей беседе. В эфире программа «Собственная персоной». Мы продолжаем. Для тех, кто только к нам присоединился, я напоминаю, сегодня гостья нашей студии – прокурор Дзержинского района Светлана Васильевна Кузнецова. Говорим мы о работе службы судебных приставов исполнителей. Свои вопросы можно задавать по телефону 4195-51-4106-16. Мы работаем в прямом эфире. До его окончания порядка 15 минут осталось. После вопроса не принимаем, поэтому успевайте, подключайтесь к нашей беседе. И за время рекламного блока Светлана Васильевна поступил вопрос. Не представился телезритель. Сын находится под стражей. На его имя оформлен кредит. Звонят из банка, требуют погасить долги. Какой документ предоставить в банк, чтобы отстали? Я бы порекомендовала следующее. Если сейчас уголовное дело находится в стадии расследования, необходимо взять справку от следователя, в чем производстве находится уголовное дело либо дознавателя и предоставить сведения в банк о том, что лицо находится под стражей, в отношении него проводится предварительное расследование. Если уголовное дело уже передано в суд, то необходимо заручиться такой справкой в суде. Хорошо. И вот такой еще вопрос, он касается темы нашей беседы, о чем мы с вами говорили еще до рекламного блока. Могут ли судебные приставы исполнителей наложить арест на счет в банках, открытых для перечисления заработной платы, либо на какие-то социальные выплаты, например, пенсии, либо другие? Вы знаете, вот этот вопрос, он настолько актуален, что практически встречается в каждом обращении, которое поступает в прокуратуру. Причем вот такие вопросы и недоумение, на каком основании судебные приставы наложили арест на банковский счет, поступают чаще всего именно от должников. Что бы в этой связи хотелось мне пояснить? Во-первых, по действующему федеральному законодательству взыскание обращается прежде всего на денежные средства. Для того, чтобы установить наличие денежных средств, судебные приставы исполнителя направляют запросы во все банки, которые существуют и кредитные организации, откуда получают сведения о том, имеются ли расчетные счета и есть ли деньги на этих счетах. При этом обязанностью банка не является предоставление сведений о том, что это за счет, какие средства поступают на этот счет. В то же время действующим федеральным законодательством не возлагается обязанность и на судебных приставов исполнителей устанавливать природу расчетного счета и тех денег, которые поступают на этот расчетный счет. При этом действующим законодательством предусмотрено, что взыскание на заработную плату может быть обращено в размере не более 50%, за исключением, если есть задолженность по алиментам, там 70%. Не может быть взыскана денежная сумма со средств, которые являются, например, социальной пенсией, ежемесячной выплатой на содержание детей. То есть определенная категория денежных средств, которые поступают на счет, действительно не могут быть взысканы в качестве долга. Поэтому, когда налагается арест на расчетный счет, необходимо уведомить судебного пристава о том, какова природа данного расчетного счета и денег, которые поступают на этот счет. Мы сталкивались с тем, что обращаются к нам возмущенные мамочки и говорят о том, что арестован счет, куда поступают деньги, получаемые в качестве детского пособия. В связи с чем, значит, просят признать действия судебных приставов незаконными. Незаконными мы их признать не можем, поскольку обязанность уведомить судебного пристава о характере поступающих денег возложена именно на должника. Дело в том, что при возбуждении исполнительного производства обе стороны извещаются о возбуждении исполнительного производства. То есть и взыскателю, и должнику направляется постановление о возбуждении исполнительного производства. Соответственно, если лицо знает о том, что оно должно и что возбуждено исполнительное производство, обязано уведомить судебного пристава о том, что есть расчетный счет, куда поступают денежные средства, на которых не обращается взыскание долга. Поэтому для того, чтобы защитить в данном случае свои права как должника, необходима сама инициативность и какая-то активность со стороны самого человека, который должен. Уведомьте, представьте документ, при этом, допустим, если насчет поступа денежных средств, являющихся пособиями на детей, необходимо взять справку с управлением социальной защиты. Хорошо, у нас на очереди следующий вопрос от телезрителя. Если произошло дорожно-транспортное происшествие, виновник, другое лицо, без страховки, обращается в суд. Могут ли отписать имущества, в том числе автомобили, какой процент будут вычитать из заработной платы? Правда ли, что 50%? Какой порядок и сроки с момента вынесения судебного решения? Во-первых, сумма, подлежащая взысканию, будет установлена судом. До момента вынесения решения суда возможно мировое соглашение, когда стороны приходят к соглашению о суммах, которые будут в качестве компенсации за причиненный материальный и моральный вред. Если судебное решение состоится и добровольно исполняться, но не будет, а будет исполняться в принудительном порядке, действительно может быть наложен арест на транспортное средство, может быть наложен арест на расчетный счет, в том числе и зарплатный. И заработной платой действительно могут удерживаться средства до 50%, но не более. А вот еще под вопрос сроки исполнения судебного решения, когда человеку ждать, в какой момент? Дело в том, что само по себе судебное решение начинает исполняться принудительно только в том случае, когда взыскатель предъявляет судебное решение к принудительному исполнению. То есть сам по себе факт вынесения судебного решения еще не означает начало его принудительного исполнения. То есть если брать ситуацию с дорожно-транспортным происшествием, о котором речь идет, если взыскатель, истец, взыскатель получит судебное решение, получит исполнительный лист по судебному решению и предъявит его к исполнению, то, соответственно, по возбуждению исполнительного производства начнется процедура принудительного исполнения. Каковы будут приняты меры, это, безусловно, зависит от суммы взыскания. Если сумма незначительная, то, возможно, судебный пристав исполнителя ограничится только обращением взыскания на заработную плату. Если сумма действительно значительная, то, конечно, там будет решаться вопрос и по описи ареста имущества, в том числе автомобиля, ну и, возможно, какие-то иные меры. В частности, это ограничение выезда за границу, ну и прочие те меры, которые у нас применяются для принудительного исполнения. Сроки исполнения судебных решений — два месяца. Так прописано в федеральном законе об исполнительном производстве, но двухмесячный срок не является пресекательным. Тогда, когда речь идет о достаточно серьезных суммах взыскания, никто не говорит о том, что человек может, способен, у него есть реальная возможность выплатить долг по решению суда именно в течение двух месяцев. То есть, по общему правилу — два месяца. Но если необходимо для исполнения судебного решения более продолжительный период времени, решение исполняется гораздо длительно. Так как человек, вот если человек работает, получает заработную плату, у него сразу нет возможности выплатить полностью долг. Просто эти суммы удерживаются из заработной платы и переводятся взыскателю. — Хорошо. И следующий вопрос от телезрителя. Предъявленный исполнительный лист по алиментам по месту работы должника. Предприятия в стадии банкротства могут ли прекратить платить? И какая очередность выплаты? Сначала зарплата, а потом алименты, либо наоборот? Ситуация, конечно, с предприятиями банкротами очень сложная, потому что если есть все-таки те средства, которые идут на выплату заработной платы алиментов, это, конечно, делается в первую очередь. Сложнее тогда, когда предприятие банкрот не имеет ничего, в том числе и возможности перечислять заработную плату, заработную плату, взыскивать алименты и перечислять их. Да, это первая очередь, но, опять же, надо иметь в виду, какова стадия банкротства и какие финансовые возможности у того предприятия, которое находится в стадии банкротства. — А как может проверить эта рядовая тагильчанка? Как она может какие-то запросы сделать? Либо это судебный пристав должен проверить, в какой стадии банкротства? — Во-первых, если алименты взысканы по судебному решению на основании исполнительного документа, то в первую очередь, конечно, нужно обратиться в службу судебных приставов для того, чтобы получить достоверную информацию, насколько предприятие находится действительно в стадии банкротства, какова эта стадия. Возможно, это уже стадия ликвидации предприятия. То есть введено ли там конкурсное наблюдение. Здесь, конечно, есть большая разница по процедуре и по возможностям самого предприятия. Ну и кроме того, есть такие обращения, они к нам достаточно редкие, единичные, но тем не менее и у нас были такие обращения, когда мы выясняли, в какой стадии предприятие находится, какая стадия банкротства и какие финансовые возможности предприятия. Но в любом случае, значит, все-таки зависит от самого должника. Если человек просто сидит и понимает, что предприятие не работает, и он не получает заработную плату, поэтому у него не удерживаются элементы, они не перечисляются, в любом случае его от уплаты элементов никто не освобождает, и надо просто искать возможности содержать собственного ребенка. Хорошо. Следующий вопрос. Могут ли с родителей совершеннолетнего должника взыскивать сумму долга в рамках исполнительного производства? Если должником является взрослый человек, то с родителей совершеннолетнего должника никакая сумма взыскиваться не может. Хорошо. Следующий вопрос. Если судебные приставы наложили арест на автомобиль, может ли должник им пользоваться? Сам по себе арест на автомобиль предполагает только лишь ограничение в распоряжении, этим имуществом. Пользоваться автомобилем можно. То есть это либо продажа, либо передача другого лица? Да, невозможно реализация этого имущества в той или иной форме. Дарение, продажа, отдать за долг невозможно, иному лицу, не в рамках исполнительного производства. Но, тем не менее, пользоваться автомобилем можно. Точно так же, как и квартира, на которую наложен арест, на любым имуществом, на которое наложен арест. Светлана Васильевна, вот в городе большая проблема с должниками за услуги ЖКХ. Сказывается это и вообще на имидже города, и под срыв ставится начало отопительного сезона. Как бороться с должниками, в том числе с помощью службы судебных приставов? Служба судебных приставов работает только на основании исполнительных документов. Для этого должно быть судебное решение. Но, если честно, я как прокурор Дзижинского района на всех возможных совещаниях всегда делаю акценты на необходимость активизации работы управляющих компаний по взысканию задолженности за коммунальные ресурсы именно в судебном порядке, претензионно-судебный порядок. То есть, если управляющая компания плотно занимается вот такой претензионно-исковой работой, когда имеются судебные решения, они предъявляются к исполнению именно службы судебных приставов. И тогда служба судебных приставов, опять же, подключая все свои процессуальные возможности, все свои полномочия, понуждают людей к выплате тех долгов, которые они имеют по коммунальным ресурсам. Это действенная достаточно мера, но, к сожалению, я вынуждена констатировать, на сегодняшний день работа управляющих компаний в этой сфере ведется неактивно и не наступательно. Хорошо, спасибо вам большое, Светлана Васильевна, за работу в прямом эфире, что нашли время в своем плотном графике, пришли к нам в студию. А вам остается только попрощаться, наша программа завершена. До свидания. Всего доброго.